Ага, всем привет, дорогие друзья! Ставлю снова Кашалури и без звука... Плак-плак-плак-плак-плак-плак-плак-плак... В общем, сегодня я вам расскажу 9 прикольных лайфхаков для вашего Вася-организма-организма. Вот так. Что делать, если у вас аниме-во-рука? Достаточно просто покачать головой из стороны в сторону. Анимение возникает из-за сдавленных нервных волокон. Пучок нервов, отвечающий за передачу сигнала от руки к мозгу, проходит через шею. Поэтому вам достаточно просто ее размять, чтобы снять анимение. Что делать, если вам необходимо выучить что-то наизусть? Один Вася Великий Уася Профессор Вася предлагает перед сном несколько раз повторить текст, который нужно запомнить. Во время сна наш мозг упорядочивает всю информацию, и происходит ее переход в долговременную память. Утром после пробуждения, вероятнее всего, вы будете знать текст наизусть. Что делать, если вы сильно волнуетесь? Врачи, хорошие врачи, то есть хорошие действительно врачи, без кавычек, они советуют вам подуть на большой палец руки. Интересный факт. У большого пальца свой собственный пульс, и успокоив его, вы можете успокоить и сердечный ритм. Когда вы дуете на палец, это охлаждает его и успокаивает сердцебиение. Кроме того, само действие заставляет вас глубже дышать, что также имеет седативный эффект. Что делать, если вам не удается кого-то расслышать? Ответ прост и банален. Прислушайтесь внимательнее. Но именно правым ухом. Секрет в том, что правое ухо лучше распознает речь, а левое – музыкальные тона и ноты. Это связано с особенностями функционирования полушарий мозга. Что делать, если вы хотите научиться быстро засыпать? Когда вы просыпаетесь утром, сразу вставайте с постели и не возвращайтесь туда, пока не нужно будет снова ложиться спать. Это поможет вашему организму подсознательно ассоциировать кровать со сном. И со временем вы сможете засыпать, лишь коснувшись полушке головой. Что делать, если при беге колет в боку? Ощущение знакомо почти всем, кто бегал хоть раз в жизни. Чтобы его избежать, постарайтесь выдыхать тогда, когда на землю наступает именно правая нога. Дело в том, что покалывание вызывается сдавливанием печени, а снизить давление на нее достаточно просто. Что делать, если заложил нос? И вы разговариваете, как бодик. Вам нужно просто несколько раз поочередно прижать язык к нему, а затем надавить на точку между бровями. Брова. Между брова. Примерно через 20 секунд заложенность споет. Это происходит из-за того, что особая пористая кость, сошник, расположенная в носовой области, как бы раскачивается, постепенно открывая проход для вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Что делать, если из носа пошла кровь? Нужно взять ватку и приложить ее к теснам за маленькой ямочкой под носом, а затем сильно надавить на нее. Кровотечение остановится из-за того, что нажатием вы блокируете артерию. Принцип тот же самый, что и при наложении жгута. Но если кровотечение не останавливается дольше 50 минут, обратитесь к врачу. Что делать, если вы обожгли палец? Чтобы снизить вероятность возникновения волдыря, надавите на место ожога чистой подушечкой пальца непострадавшей руки. А для того, чтобы снизить болевые ощущения, воспользуйтесь старым добрым методом. Рука плюс холодная вода. Я надеюсь, эти лайфхаки вам помогут в вашей нелегкой жизни. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я на все, Вася, поотвечаю. И до новых встреч. Пока.